Герои в белых халатах. В третье воскресенье июня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают медработники. 24 особо отличившимся вручили благодарственные письма и почетные грамоты главы региона, а также ведомственные награды. На торжественном мероприятии побывала съемочная группа МТРК. Они на страже самого ценного – жизни и здоровья. На их плечах огромная ответственность и случайных людей в этой профессии нет. В Северном Казахстане насчитывается около полутора тысяч врачей и свыше пяти тысяч работников среднего медицинского звена. Проводят сложнейшие многочасовые операции, помогают встать на ноги после травм и побороть самую серьезную болезнь, а порой даже дарят человеку вторую жизнь. Нет на свете профессии, значение которой в жизни человек играет большую роль, чем профессия врача, медсестры, а также всего медицинского персонала. Ваша профессия – это ежедневный подвиг, требующий высокой компетентности, безграничной доброты, чуткости, милосердия, проявления лучших профессиональных и человеческих качеств. Только к этому перечислению нужно добавить еще и хладнокровность. Без этого в стрессовых ситуациях никак. А в них работники скорой помощи оказываются ежечасно. И решение о бригаде нужно принять за секунды. Массовые ДТП, травмы, пожары, несчастные случаи, болезни. За 14 лет работы фельдшером скорой помощи Жанайдар Баубаев видел многое. Говорит, в работе главное – максимальная отдача всей команды – водителя, санитара и фельдшера. От действий каждого зависит жизнь человека. Едешь слепую, что ждет, не знаешь. Плохо. Вот плохо человеку, что плохо. Вот едешь так. Уже на месте, уже ориентируешься. Наша обязанность ходит спасать людей, оказывать первую медицинскую помощь, которая от нас зависит. То есть все инфаркты, все инсульты, все роды. И было и страшно, все было. И бывало, и умирали прямо на глазах. Профессия у нас, конечно, сложная. И постоянно на стрессе, на нервах. А работа Ларисы Сичкарук больше направлена на профилактику болезни. В терапии заведующая отделением 23 года, 18 из которых проработала участковым врачом. Говорит, большинство болезней можно было предупредить или вылечить на ранней стадии. Но в поликлинику «Львиная» доля североказахстанцев обращается, когда уже нестерпимо болит. Всего на 10 процентов здоровье зависит от медицины, а на 90 процентов от самого пациента, от самого населения. Но мы должны, как участковые врачи, настроить людей на профилактику. Легче предупредить, чем лечить. Население в моем отделении практически 30 тысяч. И каждому надо найти подход, каждого нужно убедить. Ну, вообще, нелегко. Но мы и знали, мы и шли на это, что будет нелегко. За неоценимый вклад в развитие здравоохранения Лариса Сичкарук получила ведомственную медаль. Всего же в этот день знаки отличия вручили 24 медикам. Субтитры создавал DimaTorzok